Мешает реклама, жми на крестик. Всем привет-привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы проведем рандомный гайдец. А вот на кого он сегодня будет, мы сейчас и посмотрим, да, пока тут дракошку лупят. Так, нам в этом поможет наш сайт. Вы помните, что монстров теперь не 79, тех которых я обозреваю, а 81, так как с недавних пор там патч 2.05, по-моему, добавили еще двух монстров. Поэтому теперь циферка 80, ой, 81, да. Так, сгенерировать, и получаем мы число 53. Число 53 у нас не было, было 55. Ставим 53. Все, запомнили. Так, переходим к игре, сейчас нам дадут очередную шлакоруну. Закроем браузер. Давай, 4. Нет, нафиг не нужно. И перейдем к монстрикам, да, сейчас зайдем к монстрам. Грузитесь, пожалуйста, быстрей. И, кстати, я так и не понял, вот сейчас я вам расскажу, то ли это у меня был глюк какой-то, то ли это, может, с новым патчем. Вот последнее обновление было буквально вчера или позавчера, там небольшое обновление, и, по-моему, с ним убрали эту фичу. Но сейчас мы ее опять вновь проверим. Хотя, может, это в ногсе у меня проблема, я просто еще с планшета не заходил. Так, вот наша фея, сейчас прожузится огонь. И будем искать мы циферку 53-53, это, я так понимаю, ну как минимум 4 звезды. Логично. Так, вот сейчас, видите, да? То есть пропали вот эти вот иконки, я не знаю, может, они как-то здесь зашифрованы, вот я тыкаю, вы видите. Ничего подобного. Возможно, убрали, не знаю, может, я себя плохо вел. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Какими наркотиками? Стой, 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 стой. Или это в ногсе, нет такого. В общем, проехали. Итак, переходим к цифре 53. Поехали считать. Вот мы и добрались, добежали мы, докатились мы до 53-го номера. И сегодня у нас будут разбираться. А ну хотя бы сейчас. Вот видите, я клацаю ничего. То есть, может какие-то баги были с этой фигнёй. Поэтому они убрали. Опять же, может, это у меня. Вот. И перейдём к зибролте. Да, это представитель огня. Изначально он 4-х звёздочный, вы знаете. По своей классификации атака. То есть, фактически все они бомберы. Но по внешнему виду они бомберы. И не все из них накидывают бомбы. И сейчас посмотрим, кто что может и кто чем интересен. Да, поехали. Первый скилл. Атакует врага бомбой. Урон увеличивается на 15% за каждый ослабляющий эффект на враге. Что скажу. Насколько я помню. Первая атака, она является мультиатакой. То есть, она наносит 3 атаки. Хотя здесь этого нигде не описано. И я считаю, было бы полезно дописать всё-таки. Ну, вот так вот перевели. Я просто не знаю, в английском языке написано или нет. По-моему, тоже не написано. Знаете, я играю на русском клиенте. Просто, чтобы было и мне проще. Да и вам. Едем дальше. Атакует всех врагов 3 раза оглушающей бомбой. И блокирует усиляющие эффекты на 2 хода. С 25% шансом при каждой атаке. Что скажу об этом скилле. И вообще, о целостности всего монстра. То есть, изначально уже можно понять, что он очень хорошо заедет на некроманта. За счёт своих дебафов. Мультиатак со всех скиллов. Да и вообще, в принципе, он хороший по атаке. И по хп не самый такой проседающий персонаж. Скорость. Ну да, скорость такая средневатая сотка. Что рассказать об этом скилле. 3 раза оглушающей бомбой. И блокирует усиляющие эффекты. Но, насколько я помню, бомба не оглушает. Блокирует усиляющие эффекты на 2 хода. То есть, вы сможете накинуть вот этот вот, как его, Бенедикт. Да, никто не сможет бафнуть персонажей. Там какой-то селф-баф получить. Типа Рины. Кого ещё? Типа Фуко. Ну и тому подобных персонажей. Так, перейдём к третьему скиллу. Приводит в действие горящую бомбу. Чтобы атаковать рандомных врагов 4 раза. И нанести продолжительный урон на 2 хода с 75% шансом при каждой атаке. Насколько помню, шанс этот, по-моему, вырастает при проточке скилла. И что ещё хотел бы сказать об этом персонаже. На арене, вот, почему его не любят. Потому что вот из-за вот этого скилла 4 раза рандомных. То есть, 4 монстра. Он может все 4 атаки нанести в одного персонажа. Может там каждому по одному дать. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. То есть, рандомность в скиллах никто не любит, по идее. Но, и вот, то есть, не самый лучший персонаж для арены. Он может вам просто многое чего попортить. Хотя, в какой-то момент и зарешать. Но надеяться на то, что 4 скилл пройдёт туда, куда вы тыкните. Либо захотите. Это уже такое. Это как верить в то, что мне выпадет праха вот на этом стриме. Выпадет ведь, да? Наверное. Вот. В сумме, вы понимаете, да? То есть, с первой атаки 3 атаки. Со второй атаки 3, опять же, атаки. И с третьей атаки 4 атаки. То есть, в сумме это вообще, ну, один из самых идеальных монстров для некроманта. И вы знаете, некромант там в конце босс, он стоит один. Поэтому все эти 4 атаки с третьего скилла всё равно летят в него. В этом как бы и вся прелесть. Так же, как и хвахи, вы знаете, почему там используется. Все 5 атак также летят в него. На некроманте, да, это один из самых зачетнейших монстров. Поэтому, если он у вас выпал, и у вас еще не собралась пачка на B10, там, B9 и тому подобное. Вы можете его оставить, если у вас просто сейчас нет других представителей для всего, для всей комплектации пати. Для того, чтобы вы убивали там B9, B10. Потому что ниже я не вижу смысла фармить. Ладно, по одному разу пройти. Чисто для получения там квеста, по-моему, на седьмом этаже. И для кристаллов, там по 5 кристаллов, за то, чтобы первый раз прошли там какой-то данж. Итак, и перейдем к лидерке. Увеличить точность всех союзников со свойствами огня на 50%. Насколько я помню, у них у всех лидерки будут вот такие вот подобные. То есть вот огонь к огню и так далее. Лидерка полезная, но, наверное, не для него. Наверное, не для него. Хотя, если у вас нет хорошей лидерки для Некроманта, вот честно, был бы у меня этот Зибролта, я бы его ставил в лидеры. 50% со всем свойствами огня. Вы знаете, у меня на Некроманте, по-моему, 3 монстра огненных. Он был бы четвертым, ну, либо третьим, смотря кого бы я заменил бы. Это, в принципе, было бы классно. Так, перейдем дальше, к воде. Вы видите, убрали эту фишку, поэтому придется искать. Вот мы и докатились до следующего бомбера. Представитель воды, Малака. Также атакующий, конечно же. И скиллы у него, наверное, такие более любопытные, интересные. Скиллы любопытные, более интересные скиллы, которые любят юзать игроки. Это один из топовых бомберов. Но их, на самом деле, в игре там не 50 штук. Поэтому один из самых юзабельных бомберов. И перейдем к скиллам. Первый скил, я так вижу, точно такой же. Ничего интересного. Едем дальше. Ну, единственное, да, там чуть больше урона наносит. Устанавливает бомбу, которая взрывается через два хода на всех врагов. Затем повышает индикатор атаки на 50%. Что скажу по этому скиллу? По поводу бомбы, я уже рассказывал неоднократно. Вы знаете, то есть для второго скилла, для увеличения урона от бомбы, нужен лишь один показатель. То есть это атака. Любыми процентными рунами, любой вот все в допах, все, что вы словите на атаку, это будет работать для Малаки как в плюс. Вы знаете, бомба наносит чистый урон. Неважно, какую стихию вы бьете, на кого вы закидываете. Ну да, резист всегда есть такая штука, как сработает, не сработает. Но урон будет всегда статическим. К примеру, там Малака ударит на 25 тысяч первого персонажа, ровно, да, 25 тысяч. Он всех ударит на 25 тысяч. Неважно, сколько у кого там защиты, какого он уровня и стихии. Это я так, приблизительную сказал цифру. И на этот второй скилл также работает баф атаки. Что скажу по поводу этого бафа? Самое главное, не забывайте, что баф нужно накинуть до того, как Малака накинет свой второй скилл. То есть накинет бомбу. Работает это со всеми бомберами одинаково. То есть, если вы накинули бомбу, а потом бафнули Малаку, бомба нанесет меньше урона. Не забывайте это. Перейдем к третьему скиллу. Взрывает ледяную бомбу, чтобы атаковать всех врагов и понижает силу атаку. Атаки и защиту врага на 2 хода. 75% шанса при каждой атаке. Насколько я помню, он 2 атаки делает с этого скилла. Но в принципе, как говорится, пофиг. Потому что для некроманта этот персонаж явно не закатит. Скилл очень полезен. То есть, это массовый раскол. На, смотрите, на атаку и на защиту. Блин, что может быть лучше? Особенно, если там какая-то пачка, в которой много ддшников. Ну, хотя бы 2-3 дд. И массовый еще и раскол. Ну, короче, это вообще один из самых полезных скиллов на данный момент в игре. Классно работает. На самом деле, шанс, насколько я помню, тоже прокачивается. У меня просто ни одного из бомберов никогда не было. И это на самом деле очень печально. По-моему, не было. Но я бы их точно не скормил. За всю мою игру, да, я не словил ни одного бомбера. Ну, как-то так. Вот. Что еще хочу сказать? И, да, не забывайте, что в третий скилл, то есть не нужно кидать третий скилл для того, чтобы якобы у вас увеличился урон от бомбы. Это такое вот заблуждение многих игроков. То есть вы должны начинать бой со второго скилла. То есть, а там вы уже знаете, как действовать. Вообще, поначалу, да, то есть бафнулись, закинули бомбы, ну и ждете, пока взорвутся. Что скажу еще по его лидерке? В принципе, то же самое. А нет, 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 нет. Увеличивает точность союзников в подземельях на 50%. Видите, лидерки все-таки разные. Немножко я ошибся. Ну, вот. Как-то так. Подземелье. Ну, да, не самая лучшая лидерка на самом деле. Так себе. Едем. Да. А, по поводу вообще народ. Да, я забыл. Я оглашу по поводу Сетарон. На Зибролту, на огненного персонажа, так как он все-таки больше закатывает для некроманта. Вы знаете, на некроманта. И честно, меня убивают вопросы, какие руны одеть на того-то, того-то персонажа, если я хочу его одеть на некроманте. Сколько раз я уже говорю такие подобные слова, что любого монстра, которого вы хотите использовать на некроманте, его нужно одеть в Виолент плюс контратаку. Другого, ну просто, не бывает. У вас, ну, получится корявая пачка, и того желаемого результата, которого бы вы хотели достичь, вы, скорее всего, не достигнете. Поэтому, что скажу о Зибролте, вы уже понимаете. То есть, это Виолент плюс контратака. Ну, бюджетный такой вариант, если вы хотите его где-то использовать, вам нужен какой-то там все-таки персонаж огненный, чтобы наносил какую-то дамагу. Это, конечно же, Фатал, плюс я рекомендую там Блейд, либо Фокус, да, чтобы чаще накидывать всякие дебафы. По поводу Малаки, что скажу, здесь сет, ну, стопроцентный, один и тот же, на всех бомберах должен юзаться, кроме Сиары. Ну, Сиара такой своеобразный персонаж, о ней как-то попозже поговорим. По поводу Малаки, это, конечно же, Фатал, это плюс 35% к атаке сет и плюс 20% точности, то есть Фокус. Во всех слотах, кроме третьего, вы помните, в третьем слоте нельзя словить ни атаку, ни процент атаки, потому что многие пишут мне в личку после такой информации, что, блин, год пытался словить в третий слот какой-то процент атаки, то есть повысить атаку еще больше своему бомберу, там, неважно, либо какому-то дд, а оказывается, туда нельзя словить атаку. Ну, вот как-то так, народ, я не знаю, баг это или специально сделано разработчиками игры, без понятия, да. Я лишь выдаю ту информацию, которую мне передали и заметил где-то сам. Вот, то есть вы должны разогнать как можно больше атаки, как можно больше атаки. Родная атака, вы знаете, она будет статическая на 40 уровне 6-звездочного, а вот плюс можно делать, ну, я не говорю, что границ нет, ну, я знаю бомберов, у которых, к примеру, да, здесь, по-моему, около 900, плюс там 2200. Это реально офигенный бомбер, плюс баф на атаку и все в сумме, это ой-ой-ой, как больно, это вообще суперски. Также малаку можно использовать в башне, я часто вижу, когда используют малаку, там, еще каких-то бомберов типа Джо-Джо, в принципе, знаете, работает. Главное пережить вот эти вот два хода, пока висит бомба, либо использовать, ну, если есть Сиара, то все проблемы решаются еще быстрее. Едем дальше, к представителю ветра. Вот мы и добрались до Таурус, или Таурус, или, о господи. В общем, Таурус будет также по своей классификации атакующий монстр, но вы видите, вот в сравнении с малакой, в малаке, по-моему, здесь около 480. Следовательно, малака в этом плане послабее будет бомбер для разгона максимального количества атаки. Но пройдемся, опять же, по скиллам. Первый скилл то же самое, второй скилл устанавливает бомбу. Идентичный скилл, такой же, точно такой же, как и у водяного представителя. Так, перейдем к третьему скиллу, то есть подробнее говорить о нем я не вижу смысла, то есть разберем его как просто подобие действительно малаки. И отличаются лишь, насколько я помню, третьим скиллом. Поговорим о третьем скилле, только в них есть различия. Вот, наносит урон электрической бомбой всех врагам и замедляет откат навыков врага на один ход с 75% шансом. Этот навык неэффективен против пассивных навыков. Ну, в принципе, ага, да-да-да, вот-вот в чем штука. Знаете, почему вот зайдем со второй части? Потому что есть такие персонажи, как Перна, есть такие персонажи, как Теамарс, ой, Теамарс, да, их вечно путаю, Синий и Фрит. То есть вы им не откатите их пассивки, следовательно, не сделаете там откат пассивки там 10, ходов 11, 12, 35 и так далее. Вот, чем полезен этот скилл? Если вы походите первым скиллом, первым скиллом, вы, если у вас все это сработает, там чуденько, все там красота, идеально, то у вас есть шанс, что вы всем монстрам откатите все скиллы на один ход. Следовательно, если все сработало, если прошел этот скилл, то все монстры смогут, чужие ваши враги, используют лишь первый скилл. Иногда это, естественно, круто. Но, как и любого бомбера, конечно же, начинают с бомбы. Третий скилл вы будете использовать уже там вторым, либо третьим. То есть вы ударите уже третьим скиллом, но после того, как навешаете бомбы. Итак, и к лидерке перейдем, увеличить точность всех союзников со свойством ветра на 50%. Вот эта лидерка чаще используется, потому что Тауруса часто ставят в лидеры на ГВ, на арене, для того, чтобы просто сделать больше точности и, ну, чаще бомбы ложились, как-то так. Да, их часто используют вместе, там Тауруса, Малаку, там Джо-Джо часто используют. Так что такие комбинации довольно нередки, скажу так. Но единственный минус, наверное, когда люди используют три бомбера. Я не считаю, что правильным использовать на арене, к примеру, на арене брать три бомбера. Там Тауруса, Малаку и, к примеру, Джо-Джо. Я считаю это неправильным выбором. Лучше взять дополнительно какого-то либо иммунщика, либо подхиллера, для того, чтобы ваши два бомбера просто пережили вот эти вот два хода, пока не взорвутся бомбы. И вы знаете, если персонажи одеты, ваши враги, в виолент, это вам даже на руку, потому что они походят первый раз, и тут же походят второй раз, и уже, грубо говоря, взорвутся. То есть вы понимаете, виолент на врагах, вот в таком случае, это даже вам на руку. Да, вот как-то так. По поводу рун, вы понимаете, то же самое. И самое главное, что я еще оговорил, о атаке я сказал, сколько же точности нужно бомберу. Желательно больше пятидесяти. Если у вас есть такой персонаж, вот как Таурус, и вы используете только одного бомбера, то есть Тауруса, к примеру, то есть 50 плюс 50, вот и выходит 100, этого с головой достаточно. Как-то так. Но если у вас нет какой-то лидерки там на точность, и так далее, то есть желательно использовать, конечно же, максимум точности, прокачивать. Ну, 100, наверное, тяжело сделать. Вы где-то там не догоните максимум атаки. Максимум разгоняйте атаки, а точность уже как получится. Как минимум, сет вам даст еще плюс 20 точности, то есть сет фокуса. Едем дальше. Довер или довер? Ну, мне кажется, довер как-то более правильно звучит. Да, персонаж также атакующий. И перейдем к скиллам. Первый скил я все-таки проверяю, потому что, иди знай, устанавливает бомбу, которая взрывается через два хода. То есть еще один бомбер, в принципе, неплохой, но достаточно редкий, конечно же. Четырехзвездочную свет тьму словить не так уж и легко. И едем к третьему скиллу. Атакует всех врагов ослепляющими лучами. Ничего себе. Чтобы сократить индикатор атаки на 50%. И вводит врагов в ступор на один ход с 50% шансом. Скажу так, персонаж реально крутой, потому что застанет массово, так еще и понизить атак бар. Это вообще супер-пупер красотушка. Да-да-да. И я знаю, что, не сказать многие, но некоторые, некоторые, у кого есть супер вообще крутой сет Despair, одевают его даже в Despair. А еще есть часть людей, которые одевают его даже в Violent. Почему? Потому что они, к примеру, если прокнет, да, они накидывают бомбу со второго скилла, и если прокнул Violent, то есть получился дополнительный ход, вы накидываете еще и бомбу. Следовательно, сокращаете индикатор атаки, и, к примеру, еще и застанете монстров. То есть они не смогут сделать ничего, так на них еще и висят бомбы. То есть один ход вы стабильно выигрываете, а там уже один ход, на следующий ход они и сами уже подохнут. Там либо уже Violent как сработает. И перейдем к лидерке. Увеличить точность всех союзников со свойствами света на 50%. Ну, такая, так скажем себе, лидерка. Опять же, если у вас есть этот довер, а других нет монстров, используйте лидерку, вам решать. По поводу рун я уже оговорил. То есть это Fatal плюс Focus. Максимум атаки и точности побольше. Переходим к тьме. Зовут его Верин или Верин, что-то такое, что-то подобное. Да, первый скилл все-таки чекнем. То же самое. Второй скилл. Атакует всех врагов в три раза, оглушающей бомбой, и блокирует усиляющие эффекты на два хода с 25% шансом при каждой атаке. Да, скажу так, что не самый большой шанс вот это прохождение дебафа, хотя, возможно, он качается, честно. Я не знаю. Я так понимаю, откат будет три хода, и, скорее всего, он либо качается шанс, либо увеличится урон. Мне кажется, я ставлю на шанс, потому что этого я не знаю, у меня его никогда не было. И, в принципе, это не сказать, что не важно, но так себе, посредственно. Перейдем к третьему скиллу. Приводит действие бомбу, устраняющую все волшебные силы, чтобы атаковать всех врагов, и мешает использованию всех навыков с откатом навыков на два хода 70% шанса. Пассивные навыки также исключены. Блин, ого-го, описание. Что скажу так? Наносит урон. Да, это согласны. Всем наносит урон. Мешает использованию всех навыков с откатом навыков на два хода. То есть он вешает дебаф, то есть вы не сможете использовать никакие навыки, кроме первого, конечно же. То есть нет такого в игре блокиратора, кроме стана, чтобы нельзя было использовать даже там первый скилл. Ну, скилл, стан, заморозка, вы понимаете, это отчасти одно и то же. Отчасти. Вот. Чем полезен, естественно, этот персонаж? И он не закатит, скажу так, на некроманте, потому что у меня недавно спрашивали, закатит ли темный бомбер на некроманте. Нет, я не скажу, что он там хорошо заедет. Хотя вот, что первая атака, что вторая наносит три мультиатаки, но третья атака вам не даст ровным счетом, наверное, ничего. Потому что на босса ничего вы из этого не повесите, из сей вот этой каки. Поэтому третий скилл будет бесполезен. Но, опять же, если у вас нет других персонажей, почему бы и нет? Две атаки, которые наносят мультиатаку по три, по три урона, то есть по три удара за один ход, это, в принципе, всегда круто. Также его можно одеть в Виолет. По поводу этого персонажа и какие уроны ему одеть, я бы его одел бы в Виолет, либо одел бы в Деспайр. Почему? Потому что второй скилл массовый, вот, то есть три раза все дела, то есть у вас шанс действительно большой. И по поводу третьего скилла, также массовый скилл, то есть мало того, что вы, грубо говоря, накинете на всех сайленс, да, назовем это сайленс, действительно, закинули на всех сайленс, молчание, они не смогут использовать все скиллы, так еще и откатите все навыки на два хода. Блин, это, это вообще круто. На самом деле, если сработает стан, так еще и третий скилл, уху-ху, вообще, классно. На самом деле, классный персонаж, и я бы от него не отказался. Не сказать, что он там в чем-то топовый, не топовый, но его тяжело сравнивать с другими бомберами, потому что вы видите, они сугубо дамажащие персонажи, которые именно вот, можно сравнивать бомберов, типа Малаки, Ветреного, я уже забыл, как его Джо-Джо, там Сиару, ну Сиару, наверное, вообще с ними не сравнить. Вот с ними можно всегда вот спорить, соперничать, какой из них лучше, в какой ситуации, там вариантов действительно и всей этой дискуссии может быть очень много и нет смысла даже это обсуждать, потому что действительно каждый топит за своего бомбера. Но если мое мнение спросить, то любимыйший мой бомбер это, блин, как же его зовут? Сейчас я вам его даже покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Во-первых, он считается не только по словам, вот Рибли его зовут, то есть я считаю его топовым бомбером, потому что, во-первых, у него больше, насколько я помню, больше всего родной атаки. Следовательно, разогнать ему атаку очень легко. Тем более, вот этот навык имеет плюс 50% дополнительной точности, а это вообще круто, я считаю. единственное, знаете, насколько я помню, что нельзя больше, то есть больше сотни крита набрать, вы знаете, крит шанса, и нельзя больше 100% точности собрать. Я так понимаю, если вы соберете, к примеру, Рибли 50 точности, вы будете использовать лидерку, которая дает еще 50 точности, так еще и второй скилл, который имеет, короче, что-то такое, но явно 150% не получится, но мне так кажется, как-то оно вот там рассчитывается, опять же, вы знаете, я механику игры не настолько хорошо знаю, а точнее, я не являюсь каким-то разработчиком, чтобы ответить вам на этот вопрос 100%, но идея, на самом деле, самого вопроса интересная, будет ли у него какой-то вот повышенный шанс вот с этого скилла, если у него родной, грубо говоря, уже точности 100, неважно, 50 плюс 50, либо сделать ему просто рунами какими-то сотню точности, это, блин, потестировать было бы прикольно, но у меня Рибли нету. один из лучших бомберов, конечно же, я так, насколько я помню, их, по-моему, 4, либо 5 в игре, раз, два, три, четыре, четыре, либо 5 бомберов, не считая, по-моему, Сиары, как-то так, по поводу еще рун, что скажу насчет этого персонажа, также закатит сет Фатал, как бюджет вариант, если у вас нету, если вам повезло, и вам достался этот Верин, или Верин, также можно на него одеть Фатал, плюс Блейд, либо Фокус, я все-таки ставлю на Фокус, это вам даст больше проку, потому что персонаж, даже отчасти, больше сопортящий ДД, чем ДД в одну цель, там, либо массовый ДД, он все-таки рассчит, больше, я бы вам сказал, рассчитывать на него, на его дебафы, со второго, и с третьего скилла, вот и все на сегодняшний день, что я хотел рассказать, по поводу этих персонажей, на самом деле, обзор, лично мне, был интересен, потому что бомберов, рассмотреть у меня, самому лично, не было времени, просмотреть их скиллы, даже для себя, я открыл что-то новое, и что-то вспомнил, поэтому, да, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, все ссылки, вы знаете, есть в описании, смотрите мои стримы, ссылка на мой стрим, твич канал, и вообще, что такое твич, и так далее, вы сможете прочитать внизу, то есть, перейдите по ссылке, зарегистрируйтесь, и вы знаете, вещание я провожу в 21.00, в один из выходных, и один будний день, там уже, как у меня с работой получается, так как работаю два через два, также я являюсь гарантом в этой игре, и в нашу гильдию требуется один, либо два человека, с соответствующими параметрами, то есть, вы должны соответствовать нашей гильдии, у вас должно быть достаточное количество шести звездочных монстров, не какой-то шлаг там набранный, руны хорошие, я не говорю, что вы должны быть каким-то там, либо аракисом, либо хуже, либо лучше, но вот что-то среднее, то есть, у вас не должна быть одна шестерка, и вы уже там, посчитали, что можно написать по поводу этого вопроса, мне в личку не нужно народ, естественно, я вам откажу, 6-8, ну желательно, там от 10-6 звездочных хороших монстров, будем прощаться, всем спасибо за просмотр, делитесь этим видео, и до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok